С прошлого года Шкода предлагает россиянам компактный кроссовер Carroke. Но посмотрите на экран. В Китае под этим именем продается несколько иная машина. Она отличается растянутой на 50 мм колесной базой, а потому другими боковинами кузова. Дальше интереснее. Перелицованный вариант китайского Carroke Volkswagen выпустил уже под своей маркой. Модель назвали TARU, но долгое время продавали строго на китайском рынке. Затем ее представили и в обеих Америках под именем TAUS. Смена названия вдобавок принесла некоторые отличия. TAUSу полагается оригинальная оптика под ретушированный бампер, а также собственная решетка радиатора со стильной светодиодной перемычкой. Профиль кузов полностью повторяет китайские TARU и Kodiak. В салоне отличий от TARU не больше. Это новый руль до материала отделки. При этом Volkswagen особенно подчеркивал, что по простору на заднем диване TAUS легко обходит европейскую версию Tiguan. И мы искренне надеялись, что именно такой автомобиль, большой и просторный, доберется до нашей страны. Но, как обычно, не сложилось. Российскому рынку достался совсем другой TAUS, а именно близнец отечественной Skoda Carroke. Чешский кроссовер сейчас предлагают по цене около полутора миллионов рублей. А в продаже есть четыре модификации. Машины собирает горьковский автозавод, а безнадувные моторы 1.6 доставляются из Калуги. Будущий Volkswagen TAUS получил от Carroke кузов шасси моторы. От родственной Skoda новичок будет отличаться лишь оформлением внешности и салона. В общем, ради экономии немцы и чехи решились на банальное клонирование. Колесная база российского TAUS не названа, но прибавка длины в 35 миллиметров, скорее всего, достигнута за счет увеличения свесов. Стоит ли этому удивляться? Скорее нет, ведь за российский рынок внутри концерна Volkswagen отвечает именно Skoda. А значит, в наших Volkswagen со временем будет все больше и больше чешских генов. Лишнее доказательство этому совершенно очевидному факту – прошлогодняя модернизация Volkswagen Polo, который, поступившись форматом седана, оказался ближайшим родственником шкодовского лифтбека Rapide. Что касается главного героя этой новости – Тауса, то Volkswagen анонсировал модификации и комплектации, а также пообещал богатый набор оборудования. Но по информации от дилеров, прайс-листы появятся лишь через месяц-другой, а продажи машин стартуют летом. КОНЕЦ КОНЕЦ КОНЕЦ